Здравствуйте! На канале Деснатовой новости в студии Алина Сазонтова. Главные темы выпуска – плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заболеваемость, как вы видите, снижается постепенно, но согласно указу губернатора Смоленской области, все мероприятия мы проводим в прежнем режиме. В Десногорске прошла акция «Внимание! Каникулы». Мы эту акцию готовили давно, тщательно, подбирали материал, который будет интересен как пешеходам, так и водителям. Под председательством начальника управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрея Воронцова прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители городских организаций и ведомств обсудили актуальную эпидемиологическую обстановку в Десногорске. 16 марта общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией состояло 2128. Выздоровело 1637 человек. В городе наблюдается устойчивая тенденция снижения заболеваемости COVID-19. Абсолютно все образовательные учреждения города вернулись к нормальной жизни и продолжают свою работу в очном режиме. Последние карантинные меры были полностью сняты во второй школе. «Заболеваемость, как вы видите, снижается постепенно. Но согласно указу губернатора Смоленской области, все мероприятия мы проводим в прежнем режиме, так как остается режим повышенной готовности. Он еще не снят». В МСЧ-135 активно идет кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом препарата «Спутник Ви» привито 2880 человек, вторым – 1900. Перебоев с поставками вакцины нет, в наличии еще более тысячи доз. «Для удобства пациентов мы перенесли приючный кабинет для вакцинации против коронавирусной инфекции в здание инфекционного корпуса и СМИ информацию предоставили, ознакомили пациентов и с сегодняшнего дня работает приючный кабинет в более удобных и подходящих условиях». Городские службы продолжают в усиленном режиме уборку города и дезинфекцию подъездов многоквартирных домов. Представители администрации напомнили, что перчатно-масочный режим по-прежнему действует. Ограничительные меры по коронавирусу будут актуальными до 31 марта включительно. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В преддверии весенних каникул активисты из сообщества «Родительский патруль» школы номер один совместно с городскими волонтерами и представителями госавтоинспекции вышли на дорогу. Их задача – привлечь внимание взрослых к вопросам обеспечения безопасности детей. В силу своего возраста, психологических особенностей и отсутствия жизненного опыта, дети являются самой уязвимой категорией участников дорожного движения. Часто юные горожане забывают об опасностях, которые подстерегают их на пути. С целью недопущения ошибок, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям, и была организована акция «Внимание! Каникулы». Обычно это мероприятие проводится вместе со школьниками, но в этот раз свои коррективы внесла эпид-обстановка в городе. Вместо учеников, совместно с сотрудниками ГИБДД, на дорогу вышли неравнодушные родители и представители волонтерского штаба. Мы эту акцию готовили давно, тщательно. Подбирали материал, который будет интересен как пешеходам, так и водителям. Активисты рассказали пешеходам о рисках бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улице в период весенних каникул и раздали им специальные памятки. Сотрудники полиции проверили, как водители используют детские удерживающие устройства при перевозке детей в автомобили. Пешеходы и автолюбители отнеслись к акции доброжелательно. Мы напоминаем вам о том, как нужно вести себя на дороге. Пожалуйста, возьмите памятку для своего ребенка и для вас. Спасибо большое. Стражи порядка и родительская общественность намерены продолжать проводить такие рейды регулярно. Они напоминают, что безопасность детей – прежде всего забота взрослых. Помните, ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснат-ТВ. В завершении выпуска прогноз погоды. 19 марта в Десногорске будет облачное. Днем температура около нуля, ночью до минус четырех. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!